Сегодня девятиклассники по всей стране сдавали устное собеседование по русскому языку. Оно является допуском КОГЭ уже второй год. В прошлом году в Хабаровске его не сдали 172 человека. Волновались ли школьники в этом году, узнаем из следующего сюжета. Сегодня девятиклассники лицея ступени сдают свой первый итоговый экзамен. Устное собеседование. Они доказывают экзаменаторам, что за время обучения в школе научились правильно формулировать свои мысли и вести диалог. Итоговая аттестация это для получения аттестата. То есть это за курс девятого класса вы сдаете экзамен по прохождению всего, как говорится, того учебного материала, который вы освоили при обучении на основном общем образовании. То есть это с пятого по девятый класс. В 2017 году устный экзамен проводили в качестве эксперимента. С прошлого года он является допуском к основному государственному экзамену. На все про все у ученика 15 минут. За это время он должен успеть прочитать текст вслух, пересказать его, придумать и озвучить монолог на заданную тему, а также ответить на вопросы экзаменатора. Волновалась за пересказ очень сильно. Волновалась за то, какой собеседник будет, как он отреагирует, как он будет себя вести. Так как это первый экзамен такого формата, то, естественно, волнительно. Но потом, после сдачи, когда ты выходишь, накрывает облегчение. В каждом кабинете ведется видео и аудиозапись. По ним экзаменаторы в спорных случаях проверяют правильность оценивания знаний школьника. Всего ученик может получить 20 баллов. Минимальный порог для допуска к ОГЭ – 10 баллов. Особое внимание обращено на то, чтобы ребята не допускали речевых и орфоэпических ошибок. В этом отношении тексты были не очень сложные, но все-таки было достаточно много слов, при произношении которых можно было допустить ошибку. Те девятиклассники, которые по разным причинам не смогли пройти собеседование в основной день, смогут сдать экзамен 11 марта или 18 мая. Мариана Гейт, Анастасия Семигласова, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск.